Привет, друзья! Ну вот и заключительный Ньюсбокс Дайджест в этом году. И так уж совпало, что сегодня, 27 декабря, еще и День спасателя в России. Поэтому сегодня мы с помощью самых ярких новостей за прошедшую неделю из мира музыки и шоу-бизнеса будем спасать ваше хорошее предновогоднее настроение. Настройтесь на позитив и устраивайтесь поудобнее, потому что мы начинаем. Гусеница-мутант вместо снеговиков. И как спасает москвичей от зимних андрей и плохого настроения Лена Борщева? Обо всем этом и не только узнаете в Ньюсбокс на Russian Music Box. Перед Новым годом всегда ужасная суматоха, из-за которой часто не остается времени на себя любимых. Тут уж точно не до новогоднего настроения и сказочных впечатлений. Команда Ньюсбокс заботится о своих телезрителях. И прямо сейчас, всего за несколько минут, поделится своим волшебным настроением, которым она подзарядилась на настоящей рождественской ярмарке. Купить елку, украсить дом и приготовить новогодние подарки. Как все успеть всего за пару выходных накануне праздника? Для многих новогодняя пора превращается в настоящую муку. Но только не для Ньюсбокс, который в преддверии Нового года посетил рождественскую ярмарку Сизонс в саду Эрмитаж. Каждый, кто попадал сюда, становился героем настоящей рождественской сказки с мандариновыми ангелами. Последние без остановки веселили всех гостей, угощая мандаринами в подарок. Специально для Ньюсбокс ангелы исполнили и свой главный хит уходящего года. Надо дорогу, надо дорогу мне торопиться, надо узнать, надо узнать, что я за птица. А почему? А потому трудно на свете, трудно на свете жить одному, жить одному, жить одному. Птички, 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 кто такие птички? Те, которые несут мандаринички, вот кто такие птички. Прекрасная песня, а кто ее исполняет, кто из артистов? Мы. Вы. Слова и музыка Шаинского исполняет группа Децибелы под руководством Надежды Ашкенайзис. А вот у юных посетителей праздника главной песни года стал уже проверенный временем хит. Не знаю, у меня все время крылатые качели. Крылатые качели? Мне тоже нравится эта песня. Впрочем, и Новый год дети готовятся встречать не с лошадью и снеговиками, а вот с такой снежной гусеницей-мутантом. Правда, ребята успокоили, что она совершает только добрые поступки. Вот и на рождественской ярмарке каждый мог сделать массу хороших дел в преддверии Нового года. Люди с удовольствием оставляют, особенно вот сейчас, перед Новым годом, подарки, пожертвования. И делают они все это в очень интересной форме. Где-то можно поучаствовать в мастер-классе, где-то купить игрушку, которую для фонда сделал дизайнер, или что-то, что сделал сам ребеночек. Поэтому, ну, это хорошая вещь, которую мы с удовольствием и с удовольствием на фестиваях поддерживаем. Ежегодно на ярмарке организуют и яркую шоу-программу. В этом году гостей по полной программе развлекал площадной цирк. После такого зрелища новогоднее настроение было гарантировано. Запах жареных каштанов, мандариновые ангелы и самодельные елочные игрушки. Казалось бы, что еще нужно для того, чтобы удачно встретить следующий год? Ну, конечно же, лошадь, потому что следующий год – год с синей лошади. Правда, это, похоже, придется покрасить. Но самое главное – делать это в компании с хорошей музыкой на Russian Music Box. Совсем вышеперечисленным накопившиеся за год проблемы и новогодняя суматоха без сомнения отойдут на второй план. А значит, и новый 2014 год удастся справить на ура. С наступающим Новым Годом на Russian Music Box! Вау! Она хотела стать переводчица испанского, но стала юмористкой. Она не боится выглядеть смешной, но при этом остается безумно обаятельной. Как вы думаете, о ком это? Об этом узнаем в нашем следующем сюжете. Елена Борщева – это яркая и интересная личность, ставшая известной и популярной благодаря огромному количеству своих комедийных образов. Сегодня ее карьера неуклонно движется вверх. И в преддверии Нового Года артистка решила дать свой первый сольный концерт с говорящим именем. Борщева берет слово. Стэдап-концерт о моей жизни, о моих каких-то интересных случаях из моей жизни, о том, как нужно разруливать какие-либо проблемы в семье, например, если муж вам дарит подарки, которые вы не очень хотите видеть. То ли дело мой муж. На 29 лет он подарил мне вот такую вот огромную корзину косметики 40+. Я ему отомстила. Я спрятала его подарок под текущей раковиной. До сих пор не нашел. Многие комики берут темы стендапов из своего жизненного опыта. Вот только интересно, а как реагируют на это близкие люди, услышав о себе саркастические высказывания? Ну, я думаю, ничего плохого она там не сказала. Ну, да, люблю попить пиво, посмотреть футбол. В первую очередь, надо уметь смеяться над собой, и жизнь будет лучше и легче. Стоит отметить, что и сама Лена умеет смеяться над собой. Какая была дура, да? Ведь я всего в своей жизни добилась своими собственными ушами. Это все равно, если бы у Джоли не было больших губ. Ну, ладно, согласна. Ее фишка чем-то более удачная, чем моя. Ей большие уши и брата Питер, мне большие уши и болела. Курьезные случаи бывают не только в придуманных сценариях, но и во время реального гастрольного тура. Я забыла паспорт, причем это обнаружилось уже в поезде, причем уже подъезжая к границе, к украинской границе, меня пытались спрятать, как-то провести, но, знаете, нам сказали, лучше не рискуйте, лучше слезайте с поезда. Вот такими жизненными форс-мажорами и секретами артистка делилась на протяжении всего вечера. Теперь каждый, кто был на ее стендапе, знает, почему свекрови не работают метродотелями, как научить мужчин дарить нормальные подарки и чем отличается секс от выхухоли. Хотите это узнать? Тогда покупайте билет на следующий концерт артистки. С 30 декабря смотрите в новогодних выпусках программы Newsbox информационно-музыкальный чарт топ-50 самых ярких событий 2013 года. Премьеры ежедневно в 7 вечера на Russian Music Box. Вы смотрите Newsbox Digest на Russian Music Box. Сразу после рекламы вы увидите, кто из звезд умудрился спеть в 6-метровой шубе и не запутаться в ней. И какой подарок подготовил для своих фанатов Джастин Бибер. Обо всем этом мы не только расскажем через несколько минут на телеканале Russian Music Box. Леня Фреш, и вы по-прежнему смотрите Newsbox Digest. Самая интересная подборка новостей из тех, что произошли в мире музыки и шоу-бизнеса за прошедшую неделю. Прямо сейчас в эфире Russian Music Box. Следующему артисту не привыкать ипотировать публику. Помимо того, что он король гламура, эта звезда еще по праву может считаться самой креативной и экстравагантной в российском шоу-бизнесе. Конечно же, все это о Сергее Звереве. Что же натворил певец в самый канун Нового года на этот раз? И почему его новогодний наряд обещает стать самым запоминающимся? Узнаешь через мгновение. Каждый из нас хотя бы раз хотел оказаться в сказке. Король гламура Сергей Зверев не стал упускать такую возможность и в канун Нового года перевоплотился в сказочника Ганса Христиана Андерсона. Теперь артист сможет исполнять заветные мечты как взрослых, так и детей. Волшебное видео на песню «С Новым годом. Страна» уже совсем скоро появится в эфире Russian Music Box и будет дарить нам праздничное настроение. Но все не так просто. Ради нового клипа Сергею Звереву приходилось петь в 6-метровой черной шубе, надеть цилиндр, расшитый кружевами и перьями африканских птиц и по старой доброй традиции артист дефилировал в сапогах от Шанель с платформой в 10 сантиметров. Согласитесь, с таким заданием не все способны справиться. А вот Сергей с легкостью преодолел это испытание ради всех нас, чтобы поздравить страну с Новым годом. Джастин Бибер не устает удивлять своих поклонников сенсационными новостями. До осени следующего года планирует закрыться у себя в студии для написания нового альбома. А чтобы фанаты не скучали в его отсутствии, под самый Новый год дарит поклонникам фильм «Белив», где из первых уст каждый сможет узнать о малоизвестных фактах биографии певца, увидеть редкие видео из личного архива и услышать мнение близких артиста о его судьбе и творчестве. Поклонники Джастина Бибера уже получили свой новогодний подарок. В прокат вышел фильм об их кумире «Белив». И это уже не первый подобный опыт Джастина. В 2011 году Света увидел картину «Никогда не говори никогда». С помощью трогательных детских видео и юношеских переживаний рассказывается история мальчика, который, несмотря ни на что, добился своей мечты. С тех пор кумир миллионов вырос, обзавелся татуировками и даже пытается отращивать усы, чтобы выглядеть взрослее. В новом фильме «Белив» Джастин рассуждает о влюбленности, жизненном опыте и о том, почему ему никогда не надоест выходить на сцену. «Мне бы тоже надоело, если бы мои фанаты не кричали так громко и так радостно. Я вижу, как люди улыбаются и плачут от счастья. Как это может надоесть? Это невозможно». Увидеть, как его встречает публика на концертах, можно будет в фильме «Белив». И даже пережить все эти эмоции вместе с героем. А своим примером Джастин в очередной раз доказывает, что добиться можно всего, что хочешь. Главное в это очень сильно верить. Какие подарки готовят звезды на новогодние праздники? И как же они справляются с новогодним переполохом вне сцены? Все это можно узнать из твитов и постов артистов на их личных страничках в социальных сетях. Ньюсбокс, чтобы сэкономить ваше время, собрал самые интересные из них в нашей традиционной рубрике «Интернет». Ну вот, почти настал конец 2013 года. Время готовить новогодние подарки, загадывать желания и подводить итоги года уходящего. Звезды делают это по-разному. Вот Арсений Бородин загадал Деду Морозу довольно простое желание, которое, пожалуй, принесет радость каждому. «Дед Мороз, подари нам снег на Новый год. Чем больше арти, тем больше снега выпадет». Может, Арсений услышит вот такой экзотический Дед Мороз от Марай Кэрри. От него явно стоит ждать сюрпризов. Анастасия Волочкова сама дарит подарки. Под Новый год презентовала свой новый клип «Над землей». Ответный подарок не заставил себя ждать. А вот мой клип «Над землей» в исполнении Ариадны Волочковой. В машине. Кстати, Анастасия не единственная, кто порадовал россиян своим новым клипом. Иракли и его команда в преддверии Олимпийских игр в Сочи покорили все интернет-пространство своим видео «Мы в вас верим». Друзья, идем на рекорд. Больше 80 тысяч просмотров меньше, чем за сутки. У кого песня вызвала мурашку. Только честно. Похоже, и победитель первой реальной премии «Мюзикбокс» в номинации «Лучший певец» Дан Балан готовит своим поклонникам новогодний сюрприз. Лондон, студия с невероятными музыкантами. Новый альбом скоро. А вот Юлиана Караулова и Глюкоза решили подвести итоги своей деятельности в Инстаграм. Вот вам топ-фото, которые получили у девушек больше всего лайков. Судя по этим видео, у девушек год прошел в компании самых близких людей с нисходящими с лица улыбками. Также рекомендуем исправить новый 2014 год. Ведь, пожалуй, уже ни у кого не остается сомнений в том, что как Новый год встретишь, так его и проведешь. И на этом «Ньюзбокс Дайджест» подошел к концу. Но не расстраивайтесь, смотрите его повторы на выходных. Они без сомнения поднимут ваше настроение и спасут от грусти в самое горячее время года. Также чаще заходите в группы ВКонтакте и на Фейсбуке. Там вы сможете посмотреть все выпуски «Ньюзбокс» за 2013 год. А также узнать еще больше новостей из жизни любимого телеканала. Не забывайте про официальный инстаграм телеканала Russian Music Box. Там нередко бываю и я, Леня Фрэш. Буду рад вашим лайкам и комментариям. Так что с наступающим вас Новым годом, друзья, и веселых вам предновогодних выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова